Здарова! Фары вруби. Вруби или выруби? Выруби. Ладно. Нормально? Дубль 2. Здарова. Вот она, слушай, радость для невывода и гордость для советского автопрома. Почему гордость? Потому что начнем мы издалека. В 70-х годах, там за бугром, где ездят одни иномарки, там требованием для внедорожника отвечал только рейндж-ровер. То есть у него был полный привод, хороший металлический кузов, крепкий и тент вверх, но это не важно. Но в 77-м году, когда вот Niva вышла в массовое производство серийное, она просто нонсенс вызвала. Потому что это внешне похоже на легковушку автомобиль, с комфортом, как у легковушки, и с внедорожными качествами хорошими. И тем более, что для русских самое главное, за меньшие деньги, чем этот рейндж-ровер. И что это вызвало? Сразу она пошла на экспорт. 80% всего автопарка Niva шло на экспорт. Более полумиллиона Niva было продано за все время по всему миру. В 100 странах она продавалась. Единственный русский автомобиль, который продавали в Японии, именно из-за того, что внедорожник комфортный. Потом выигрывала на всякие ралли, Дакар, еще кучу всяких соревнований выигрывала. Золотые медали на выставках. Потом знак качества при СССР получала. И все. Больше о достоинствах этой машины я ничего сказать не могу. Потому что, если взять наше вот время, сейчас Niva вот с гидроусилителем, с кондиционером, у нас в Краснодаре в центре, по-моему, за 450 где-то ближе к этому продавалось. И это дорогая цена. Потому что за 450 тысяч ты получаешь гул в коробке и в раздатке, сразу через полгода начинает гудеть. Потом начинают течь все хомуты под капотом. Я никого не копирую. Есть уже на YouTube один типо, который перевязывается к хомутам. Ему нравятся самые затяжные хомуты. Но тут реально плохие хомуты. Они все текут на тормозных шлангах, везде. Потом, качество металла. Если у вас старая Niva, то это еще хорошо. Если вы старую купили, бэушную срок. Потому что металл на русских машинах можно разделить так. Машина была выпущена до 92-го или после 92-го года. Потому что до 92-го выпускались машины с металлом холодной прокатки. После 92-го делалась горячая прокатка. Что само собой означает, что металл плохой, легче. Подругается коррозия. Его пальцы можно проткнуть и все такое. Так же, если старая Niva, то за счет заднего фартука, из-за того, что у него фартук высокий, то само собой она жестче получается. А что на новых? Тоже через полгода. Вот тут на этом стыке и сзади, возле крышки багажника. Из-за того, что металл плохой и качество сварки отвратное. Начинает рыжать. Если это не исправлять, потом еще сильнее начинает все это дело. Уплотнители начинают рассыхаться. Рассыхается уплотнитель. Он ходит вокруг лобового стекла. Начинает краска отслаиваться. Там тоже все гниет. Через него затекает вовнутрь вода. Печка засоряется, затекает вовнутрь вода. Из-за заводского уплотнителя, который вот этот, шерстяной. Он влагу впитывает капитально. Он влагу впитывает, получается внутри образуется конденсат. Он выпадает, опять впитывается, выпадает. И начинает гнить пол. Вот возле шахты, где ноги водителя и пассажира в двух местах. Самое там излюбленное место. Есть, конечно, еще недостатки, есть достоинства. Но при вот этих вот недостатках, что самое главное, что гул начинается. Но просто за того, что металл сырой, все шестерни начинают гудеть. Из-за вот этого я многих людей знаю, кто все равно Ниву покупает. Вот за эти 400 тысяч, где можно было... Фу, про приору не буду говорить. Покупают Ниву за эти деньги. Они покупают Ниву, они ее дорабатывают. Еще десятки тысяч вкладывают в нее. Делают за 50 тысяч шумоизоляцию. Ставят бесшумные замки спереди, которые по 7 тысяч. Делают машину такое, какое они хотят, чтобы она выглядела. Они для этого денег не жалеют. Вот это вот я называю самая настоящая любовь к машине, что ли. Никаких денег, ничего это не важно. Главное, чтобы тебе нравилась машина твоя. И с этой Нивкой тоже все гладко не выглядело. Потому что, как вы, кстати, заметили, там внизу в названии написано подготовка Нивы. И, как вы видите, машина тоже имеет где-то первый класс подготовки. Таким серым будем. Я не считаю, что поставить большие колеса, срезать арки, или лифтануть ее, наварить посадочные места для пружин, поставить этот бампер здоровенный с лебедкой. Кстати, не советую ставить большие бампера, потому что Нива безрамная. Ставишь тяжелый бампер на нее, нос начинает клевать. Я не считаю это каким-то важным. Я считаю, гораздо важнее подготовить салон, именно в салоне машину, к таким поездкам, зная, что она будет проезжать через реки, через болото, через грязь. Потому что из-за вот такого конструкционного недостатка, то есть понятно, что вот это высокие пороги, это как усиление идет. Но если сюда затекает вода, за эти высокие пороги она назад не выльется уже никак. И если забросить ее так ездить и не высушивать машину, то со временем тоже дело начнется такое нехитрое, как ржавение. И что именно я сделал после того, как купили машину? Потому что салон был, просто как будто войну прошел, вторую мировую. Было вычищено все до металла, вся ржавчина была убрана. Все были найдены дыры, которые впоследствии надо было заварить. Вырезаны заплатки. Только заплатки, если вы будете тоже где-то что-то заваривать, не внахлёст, а встык. Потому что если внахлёст заварите, то и старый металл продолжит гнить, и захватит за собой заплатку. И смысла никакого не будет, чтобы вы заваривали, все сгниет. Вот было все заварено, все дырочки заварены. Места недоступны, все залито мовилью. Добрым-то количество мовиля. И вот тут начинается уже главный спор на форумах. Я просто читал, чем покрыть можно пол в машине. Зная, что вот она готовится для такой жизни. Кто-то делает, просто оставляет пол пустым, то есть без ничего. Голый пол. Кто-то покрывает его просто линолеум, кто-то делает алюминием. Вот алюминием классно получается. Но я делать не умею. Он дёшево делается, но я не умею делать. Кто-то делает мастикой, кто-то суриком покрывает. Я выбрал мастика, между суриком и мастиком я выбрал мастикой. Не суриком, потому что, во-первых, чтобы покрывать суриком, нужен до того металл чистый. Вот ни капли ржавчины, чтобы не было Потому что На ржавчину он Не связывается с ней А вот если металл чистый, вот заводской Он так вяжется, что ты краску Сотрешь, но сурик не выдержишь никак Вот это супер получается Если сурик найдешь В том-то еще и факт, что его найти надо Он не везде продается Я у нас в Сочи прихожу в магазин, говорю У вас сурик есть? Нет, у нас только вазген есть Или ашот Вот Поэтому я взял Мастикой, промазал два хороших Слоя Сверху мастики наклеил Шумоизоляцию вибропласт Только вибропласт Без плена Вот тут только сейчас не надо говорить, что вот она там Рассыхается, под нее потом вода затечет Начнет гнить Это мастика, во-первых У меня напоминает два слоя снизу мастики А вибропласт это та же самая мастика Я просто склеиваю два слоя вместе Друг с другом А если еще горячим феном это сделать По-умному Горячим феном, валиком прикатать То ничего она не отдерется И туда вода никакая не попадет И не надо волноваться Делайте шумку Вот вибропласт Так, что еще Коврики вырезал Коврики я выбрал В строительных магазинах Или вот в ковровых покрытиях Продается Прорезиненный с жестким ворсом Вот такой ковер прорезиненный Ничего не будет Ах да, еще какую штуку я сделал Смотрите Где водитель и пассажир Вот здесь В этой части И сзади Просверлил две дырки И поставил туда затычки То есть если вода все-таки попадает Я пробки эти снимаю Вода вся выливается Заглушаю пробки Все, коврики на место И еду дальше То есть такая штука Очень удобно Вот Ну и все в принципе Все, пока Стой, 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 стой Чуть не забыл Скороговорка Если на деле ты не простак Остается подписаться Только так Ладно Подписывайся на канал Ставь комментарии Ставь лайки Не дизлайки Подписывайся вконтакте А еще Вопрос один Идем сюда Вопрос один Сколько будет стоить Скажите В личку напишите вконтакте Сколько будет стоить Вот такие четыре фары Это танковые или какие Не тракторные А что тут с пластиком Не знаю Вот такие четыре Они вон там Как люстра крепятся Вместе с самими креплениями С релюшками Со всей проводкой Сколько будет стоить Такой комплект Это вот напишите Пожалуйста Кому не лень Все, короче, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok